Приветствую вас, Анастасия. Смотрите, получается следующая история, значит, мужчина кричал, выпивал, вас унижал, да, то есть по сути было насилие психологическое ли, физическое ли, да, все бывает, было насилие. Вам с ним было плохо, вам с ним было тяжело, вот, вы от него ушли, но, при том, чтобы от него ушли сами, потому что вам с ним было плохо, вы постоянно о нем думаете, вы ищете ему оправданную, то бишь вас к нему тянут. И вот, казалось бы, человек поступал по отношению к вам плохо, вы были для него просто дурной женой, как вы говорите, но вы все равно хотите ему вернуть. Почему? Потому что речь идет о низкой смазанке, речь идет о неуверенности в себе, речь идет о подредности в том, чтобы вас кто-то сдерживал, ограничивал, ограничивал, чтобы кто-то демонстрировал вам, что с вами что-то не так, чтобы кто-то демонстрировал вам, что вы какая-то не такая. И вы тяготите к таким людям, которые демонстрируют вам это. Потому что так вы подтверждаете свою позицию о том, что с вами что-то не так. Именно поэтому вы обрадуете мужчину, именно поэтому вы думаете о нем. Потому что вам хочется вернуться в те отношения, где вас унижали и били. Ну, били психологически я имею ввиду. Подобная позиция называется мазохистическая, вы можете самым почитать о ней в интернете. Все такое мазохистическая позиция и мазохизм в целом. И, собственно, выходом из этого является изменение отношения к себе, культивирование любви к себе, личности, рост, вот, проработка детско-родительских отношений. Потому что именно из детско-родительских отношений вы вынесли такое представление о себе, такое негативное, если угодно, представление о самой себе. И с этим вам и нужно, как мне кажется, работать. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы ставите вопрос свой следующим образом. Вы говорите, я хочу избавиться от этих чувств. То есть, как представить на нем цикле? Так? То есть, что мы имеем? Мы имеем определенные чувства ваши, мы имеем определенные эмоции ваши, мы имеем определенные желания ваши, но мы имеем ваш запрос от этого избавиться. Конечно, так ничего не получится. Но интерес для вас и для нас, как для психологов, представляет то, почему вы предпочитаете избавиться от чего-то, подавить что-то вместо того, чтобы это что-то раскрыть. Вот. Ну, то есть, просто раскрыть, просто раскрыть, просто раскрыть ваши переживания, раскрыть ваши чувства, довести их до некого такого, ну, можно сказать, абсолюта. А, абсолютно, когда вы понимаете, что это за чувство, вы понимаете, чего вы хотите, вы понимаете, что вам нужно, вот, и так далее. Вот вопрос, почему так? Откуда это позиция, что нужно у себя что-то подавлять, ну, у вас? Дальше. Следующий момент, момент, который я хотел бы для вас раскрыть. Избавляться, как вы уже сами понимаете, от своих переживаний, от своих чувств не надо. Они ваши, они у вас есть, и они прекрасны, я чувствую. Но вот грамотно учиться с ними обращаться, это, да, необходимо. Поэтому вопрос такой, что лежит в основе ваших переживаний по поводу, вот, человека, по поводу мужчины. Такая вот история. Дальше. Вы пишите, значит, злость. Что такое злость, давайте её раскроем. Обиды на него. Это определённые представления о том, как человек должен был себя вести. В основе чего лежат, опять же, ваши потребности. То, чего вы хотите. Постоянные монологи прокручивают себя в голове. Не отреагированные за себя. То есть, вы не чувствуете себя защищённой. Вы пытаетесь ему сердиться таким образом. Слепо веря в то, что подобные монологи могут что-то изменить. То есть, тут помимо цели, для чего я хочу этот монолог. Для чего я так учил монолог. Ещё очень важен вопрос, почему у меня он вообще привез, чего я хочу. Что за чувство я испытываю сейчас. Да? Вот. Ну и то, что вы на нём достиглились, очень похоже на навязчивые мысли. Вот. Про навязчивые мысли, я думаю, вы можете почитать в интернете сами. Ну а после уже решить, что делать дальше. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, будьте благодарны за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Отлично. 海, rategy